Продолжение следует... Уаро, Агаты Кристи В главной роли Дэвид Суше Приключения итальянского аристократа Продолжение следует... 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 Там написано, решить насчет машины. Послушайте, Пуару. Что такое Гастингс? Нет, мисс Лемон. Ну, нет. Уже 20 минут третьего. Вот она, наконец. Гастингс, пожалуйста, я пытаюсь прочесть это письмо. О, мистер Пуару, я очень извиняюсь. Не надо, мисс Лемон, все в порядке. С вашим другом все нормально. Ну, он... Мы ходили в Лаос Корнер Хаус. Очень хорошо. Спасибо, мисс Лемон. Спасибо, мистер Пуару. Мисс Лемон, почему бы вам не пригласить вашего друга, месье... Мистер Грейвс? Да, конечно. Почему бы вам не пригласить вашего друга, месье Грейвса, как-нибудь на чай? Да, спасибо, мистер Пуару. Мистер Грейвс заинтересовался, когда я сказала, что работаю у вас. Он очень интересуется такого рода вещами. Превосходно. Спасибо, мисс Лемон. Что тут происходит, Пуару? Гастингс. У мисс Лемон есть поклонник. Не может быть. Подпишите, пожалуйста, здесь и здесь. А скоро ли доставка? Три прибывают в порт завтра утром. Я позвоню и... Извините, я на минутку. ДИ ВИЗСИН Jersey. Ага! Все сделано. Отлично. Еще один клиент. Что? Нет, это был мой дядя. Просто семейные дела. Хорошо. Вы хотите, наверное, получить чек сейчас? Гастингс, вы купили свою машину? Купил и заплатил за нее. Капитан Гастингс, это мистер Грейвс. Очень приятно. Здравствуйте. Я как раз говорил месье Пуаро, как я вам всем завидую. Вы занимаетесь увлекательным делом. Знаете, да. Пожалуйста. Спасибо. Я после войны остался на флоте. Так мне нужно было уйти в запас в 19-м году. У мистера Грейвса есть лодка. Надеюсь, это не морской корабль. О, нет. Покажи им фотографии, Эдвин. Хорошо. Вот. Очень милая. Фантазия Фелисия. Знаете, месье Пуаро... Нет. Да, месье Грейвс? Нет. Это... А почему бы и нет? Просто я хочу сказать, что утром я чуть было не обратился за помощью к частному детективу. Неужели? Что случилось, Эдвин? На своего хозяина я работаю вот уже 11 лет. Он иностранец, но живет в Лондоне. И в качестве кого он нанял вас? Мистер Грейвс лично секретарь. Недавно были украдены бумаги, носящие очень конфиденциальный характер. Моего нанимателя попросили попробовать выкупить эти бумаги для правительства его страны. В свое время он был дипломатом. О, Боже, я не вполне знаю, как... Речь идет о шантаже, не так ли? В этих бумагах содержится информация, которая может нанести урон репутации лидера данной страны. Но я не доверяю другой вовлеченной в это дело стороне. И, конечно, когда имеешь дело с шантажистом, надо быть уверенным в том, что все компрометирующие материалы уничтожены. Вовлеченная сторона. Спасибо, Гастингс, но нам необходимо знать подробности, миссия Грейвс. Нет. В этом-то и вся сложность. Я хочу сказать, что малейший намек на скандал может поставить на всем деле крест. Нет, мне не следовало об этом говорить. Извините. Можно еще чашку чая, Фелисити? Надо сказать, что весьма отважно с вашей стороны ездить на одной из этих машин иностранной марки. Для людей, подобных мне, они слишком сложны. Лучше я буду держаться своего маленького Роллея. Не следует говорить о машинах. Пуару умрет от скуки. Но при покупке машины часть удовольствия как раз и заключается в том, чтобы об этом говорить. Мисс Райдер, вы не ответите? Конечно, доктор. Если это что-то серьезное или срочное, скажите, чтобы приняли аспирин и были постоянно в тепле. Алло, приемная доктора Хаукера. Я никогда не куплю автомобиль. Но если бы я собрался покупать его, то задал бы лишь три вопроса. Первый. Сели четыре колеса на месте? Второй. Хорошо ли закреплены эти колеса? Доктор, это звонили вам. Ужасный голос. Что такое? Я подняла трубку и какой-то голос сказал, помогите. Сказали, доктор, помогите. Они убили меня. Затем голос почти исчез. Я спросила, кто говорит. Тогда мне ответили. Это был еле слышный шепот. Скотини! Эдисленд Горд. Графа Скотини? Откройте! Откройте! Дело кажется плохо. Что тут происходит? Я врач графа Скотини. Он сообщил по телефону, что на него напали, и он умирает. У вас есть ключ? Граф Фоскотини. Что это? Кошка? Д computer ringpen. Ака диаметрует. Что там или нет? Ака диаметрует! Кто это? Боже Всевышний. Я лучше позвоню в полицию. Он мертв. Посмотрите сюда. Должно быть орудие убийства. Возможно. Кастингс, осмотрите помещение. Я бы сказал, что смерть наступила почти мгновенно. Удивляюсь, как ему удалось позвонить. Ничего. Что вы видите, Пуаро? То же самое, что и вы, мой друг. Две кофейные чашки с остатками черного кофе. Ваза с фруктами, хотя тарелками для десерта никто не воспользовался. Два бокала. Портвейн. Не очень понятно. Полиция уже едет. Извините, доктор. Пожалуйста, месье. Это еда. Она с вашей кухни. Десятая квартира. Заказ был сделан у двоих и доставлен на лифте. Суп-жюлье, филе из морского языка по-нормански, говяжье филе и рисовое суфле. Знаете, с моей едой было все в порядке. Это кухня образец чистоты. Да, безусловно. Это может заметить любой. Поэтому, как я понимаю, проверить посуду из этой квартиры будет невозможно. Она уже давно помыта, высушена и убрана в шкаф. Думаете, об отпечатках, не так ли? Не совсем, месье. Меня больше интересует аппетит графа Фаскотини. Он попробовал каждое блюдо? Знаете, мы не маркируем тарелки, указывая имя каждого. Но все тарелки из десятого были грязные, а блюда пустые. Так что, наверное, что-то он ел. Дедос, прежде чем вы будете искать отпечатки, дайте ему закончить фотографировать. Спасибо за помощь, доктор Хоукер. Так, на этот раз мне удалось приехать раньше вас, повару. Вовсе нет, старший инспектор. Я просто поднимался наверх и разговаривал с шеф-поваром. Вы еще не закончили? Мы и так стараемся сделать все побыстрее, сэр. Печальные события, не так ли? Насильственная смерть, это такая расточительность. Бог знает, смерть и так слишком рано приходит ко всем нам. Месье Пуаро? Что вы здесь делаете? Что случилось? Месье Грейвс? Где мой хозяин? Кто вы? Меня зовут Грейвс. Я коммердинер графа Фоскотини. Что случилось? Что случилось? Вашего хозяина убили. Вот что случилось. Вчера к графу заходил один господин, итальянец. Я пришел встретиться с графом Фоскотини. Как ваше имя, сэр? Марио Асканию. Он ждет меня. Проходите, сэр. Я впустил его, хотя граф не говорил мне, что ждет его. Пришел сеньор Асканию, сэр. Грейвс, сэр, отправься к Бейтсу и забери у него фетровую шляпу, которую переделали для меня. Конечно, сэр. Значит, вы ушли. Вы не знаете, что между ними происходило? Вообще-то, сэр, я был очень удивлен, когда граф попросил меня уйти, в то время, как у него был посетитель. Так что я немного задержался. И что вы слышали? Я хотел бы заказать обед на двоих. Квартира 10. Было не очень хорошо слышно, сэр, но я знаю, что они обедали, потому что слышал, как граф делал заказ. Понятно. Продолжите. Кажется, у сеньора Асканию что-то было в чемодане, что он предлагал графу. Я не уверен, но, по-моему, за это он требовал деньги. Наконец-то мы кое-что выяснили. Шантаж. О, нет, сэр. Граф был весьма уважаемым человеком. Если тут идет речь о шантаже, то я уверен, что граф действовал в интересах кого-то другого. Но я не знаю, кого. Ладно. Что произошло потом? Ничего. По крайней мере, до сегодняшнего вечера, когда граф сказал мне, что вечером на ужин придет этот самый господин. И он пришел. Я прислуживал им за ужином. После того, как я подал портвейн, граф сказал мне, что на оставшийся вечер я свободен. Они прошли в кабинет, а я ушел. В котором часы это было? Почти девять, сэр. Вы думаете, Фаскотини работал на итальянское правительство? Вполне возможно, Гастингс. Тогда почему Грейвс не сказал это Джеппу? Потому что он уважает желание графа Фаскотини не нанести вреда международным переговорам. Вопрос в том, взял ли Фаскотини деньги, но при этом не отдал бумаг. Поскольку мы не нашли ни денег, ни бумаг, это предположение кажется верным и довольно веским поводом для убийства. Это было под столом, а очевидно, при падении жертвы они разбились. Это, кстати, время, когда произошло убийство 10 минут 10-го. Как раз в это время доктору Холкеру позвонили? Отлично. Подождите. Я встречал его раньше. В гараже, где я покупал свою машину. Это дядя Мисс Фабри. Ради чего Грейвс сказал Мисс Лемон, что он личный секретарь, когда он только коммердинер? Гастингс, вы никогда не преувеличивали своих заслуг, чтобы понравиться девушке? Конечно, нет никогда. Правда, однажды я сказал девушке, что являюсь членом Вентворца, но она не играла в гольф и решила, что это психбольница. Извините, господа, здесь никого нет. Они все на свадьбе, в саду на крыше. Остался только я. Я не итальянец. Аплодисменты. Удивите, господа! Удивите! 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 КОНЕЦ КАПИТАН ГАСТИНГС Здравствуйте, мисс Фабри Мадемуазель Мне очень жаль, что я так врываюсь, но боюсь у нас для вас плохие новости Это ваш дядя Мой дядя? Тот, который приходил к вам, граф Фоскотини Мой дядя Извините, мне очень жаль, но он мертв Убит Извините меня Мне очень жаль, извините Кажется, она восприняла это странно Да Мой дядя Мой дядя Мой дядя Мой дядя Вы Tunявали Моя дядя Моя дядя Моя дядя Моя дядя Время дядя А где Асканье он? Давайте, открывайте полицию. Вы ищете Асканьео? Да. Его нет. Его уже нет с понедельника. Джеб говорит, что Асканьео не уйти. Они везде расставили посты на тот случай, если он попытается вернуться в Италию, но... Первый секретарь вас сейчас примет. Здравствуйте, месье Пуаро. Капитан Гастингс. Пожалуйста, садитесь. После вашего телефонного звонка, месье Пуаро, я навел кое-какие справки. В посольстве никто не знает о графе Фаскатини. А его слуга считает, что вы знаете. Да, он думал, что его хозяин выполнял весьма деликатные поручения итальянского правительства. Нет. А как насчет Марио Асканьео? С ним вы имеете какие-нибудь дела? Итальянское правительство не имеет дела с Маснадьеро. Значит, вы знаете, кто он? Наше посольство во всех странах старается иметь как можно более полный список всех известных Маснадьеро. Асканьео фигурирует в нескольких из них. А какой регистрации он говорил? Как это по-итальянски? Маснадьо Гастингс – это тайная древняя конфедерация преступных группировок, раскинутых по всему миру, которая берет свое начало в Неаполе. Это типа мафии, о которой я на днях читал. Нет, она древнее, чем мафия. Ну и какая связь между Маснадой и Фаскатини? Не знаю, мой друг. Возможно, им в руки попали бумаги, которые могут вызвать скандал в итальянском правительстве, а Асканьео является тем человеком, которого делегировали продать их. А так называемого Фаскатини правительство послало выкупить их. В посольстве сказали, что не слышали о нем. А что они еще могли сказать? Я думал, что ты не захочешь иметь со мной дело, если узнаешь, что я слуга. Ведь это так. Однозначно. Но я сама виновата. Не имеет значения, кто виноват. Если подумать, никто не виноват, что нас всех так воспитали. Спасибо, Гастингс. Месье Пуаро. Месье Грейвс. Есть новости? Почти никаких. Асканьео нигде нет. Думаю, мне лучше уйти, Фелисити. До свидания, месье Пуаро. Месье Грейвс. Я не должен был оставлять графа одного прошлой ночи. Я упоминал вам раньше, что не доверяю Асканию. Но это не ваша вина, мистер Грейвс. Я в это время развлекался в мизик-холле. Ты же не мог знать, Эдвин. Вы должны выкинуть это из головы. Да. До свидания, капитан Гастингс. До свидания, мистер Грейвс. Я обнаружила кое-что интересное, мистер Пуаро. Что это, мисс Лемон? Кто такой был граф Фаскотини? Как? Такого человека не существовало. Что вы хотите сказать? Я посмотрела ваш альманах Готто и не нашла такого титула. Его нет и никогда не существовало, насколько я могу судить. Я не хотела говорить это мистеру Грейвсу. Он и так уже расстроен. Видите, Гастингс. Каждый раз, когда происходит убийство, мы столько времени тратим на выяснение того, кто убийца, что совершенно не обращаем внимания на личные жертвы. Мистер Пуаро вас хочет видеть мистер Дорида из итальянского посольства. Пустите его, мисс Лемон. Сюда, мистер Дорида. Как я думаю, первый секретарь сказал вам, что мы не имеем дела с Маснадой. Он всегда все делает строго по правилам. Сегодня утром Асканио приходил в посольство и пытался продать какие-то бумаги. Какие? Что в них было? Я не знаю, но хотел бы узнать. Если Асканио увезет их обратно в Италию, мы этого не узнаем. Он отправляется туда? Это единственное место, где он может еще их продать? Он уже покинул Лондон. Из дома он уехал. Сказал, что мы сможем найти его в отеле Джекинс. В Лумсбери. Он в своей комнате, сэр. Все люди на местах? Да, сэр. Сэр. Откройте, полиция! Открывайте! Давайте, ребята. Ваша фамилия Сканио? Я хочу задать вам несколько вопросов, мистер Сканио. О чем? Хватит болтать. Где деньги? Какие деньги? Понятно. Где вы были вчера между 8 и 9 часами вечером? Между 8 и 9? Здесь? Неужели? У нас есть причина сомневаться в этом, мистер Сканио. У нас есть основания полагать, что в это время вы ужинали вместе с графом по Скотине? Я не знаю никакого графа по Скотине. И, наверное, вы никогда не слышали об Эдислендкорт? Нет, я никогда не слышал об Эдислендкорт. Но тогда это всего лишь чистое совпадение, что на листке бумаги, который вы жгли в своем камине, напечатано название Эдислендкорт. Ну, вот и все. Напротив, мой друг, это вовсе не так. Но, на мой взгляд, доказательство его вины почти неопровержимо. Несомненно. Асканио шантажировало итальянское правительство. Да. Итальянское правительство наняло Фаскотине, чтобы он заплатил деньги и забрал компрометирующие бумаги у Асканио. Верно. Тогда для чего Асканию убивать Фаскотине? Ну? И где деньги? Ну? Надо еще об одном поразмыслить. Окно в столовой графа Фаскотине. Окно? Но оно было закрыто. Никто не мог бы проникнуть через него. Я обратил на это внимание? Именно так. Асканио уже признался в убийстве, старший инспектор? Еще нет. Но будьте уверены, скоро сознается. У него была при себе большая сумма денег? Нет. Но его отпечатки пальцев совпадают с отпечатками на кофейных чашках и на одном из бокалов с портфейном из квартиры Фаскотине. А мотив преступления? У нас есть кое-какие новости. Новости? Сеньор Марио Аскани в одном из наших списков Маснады. Продолжайте. Вы спросили о мотиве? Так вот он вам. Это обычное дело о Маснаде. Шантаж, убийство. Что вы будете делать, месье Грейвис? Искать другое место? Да, придется, сэр. Его не так-то легко найти и в наши дни. Да, конечно. О, месье Грейвис, в ту ночь, когда был убит граф Фаскотине, эти занавески на окне не были задернуты? Были не задернуты, сэр? Да. Да, они были отдернуты, как сейчас. Но... Да, но я уверен, что задергивал их, сэр. Да, перед тем, как подавать ужин, я задернул их. Если только граф не отдернул их с новосам. Зачем ему это делать? Может, он хотел что-то посмотреть на улице? Возможно. Я ничего не понимаю в этом деле. Да, это загадка. Гастингс, подойдите, пожалуйста, сюда. Что такое? Посмотрите, я поднимаю правую руку, да? Да. Хорошо, теперь скажите мне, что вы видите в зеркале? Что вы хотите сказать. Просто опишите, что вы видите. Вы поднимаете руку? Какую? Правую. А вам не кажется, что я поднимаю левую руку? Нет. Будьте моим отражением, Гастингс. А теперь, какую руку вы поднимаете, когда я поднимаю свою правую? Я понял. Мне не пришло бы это в голову. Как странно. Мы смотрели на это дело, Гастингс, как будто через зеркало. Мы все видели в неправильном свете. Каким образом? Будьте добры, захватите старшего инспектора Джеппа. Встретимся в три часа в Эдисленд-Корт. Но Пуаро. Извините, сеньор Виццини. Сеньор Пуаро. Я не привык к тому, чтобы вы ко мне приходили без предупреждения. Обычно я сам посылаю за людьми. Мне нужно задать вам один вопрос, месье Виццини. Вопрос? Бокал вина. Нет. Мерси. Человек, который называл себя графом Фоскотини, чем он вас шантажировал? У Фоскотини были письма, которые могли бы погубить меня, если бы их содержание стало известно определенным людям. Я послал одного из своих массадьера, Аскания, выкупить эти письма. Аскания заполучил эти письма, но решил предать меня и по-своему вести это дело. Он убил Фоскотини и скрылся вместе с письмами и деньгами. Вы не ответили на мой вопрос? В письмах была информация определенного рода. Ну, хорошо. В них содержалось доказательство того, что я оказывал финансовую поддержку нескольким антифашистским организациям. Но в этой стране это не могло нанести вам вреда. Мой уважаемый сеньор Пуаро, некоторые мои деловые связи были бы уничтожены в момент. Сеньор Элизо, чьими автомобилями так восхищается капитан Гастингс, очень хочет угодить папе Муссолини. Он сразу разорвет со мной деловые связи. На этот счет я могу вас успокоить, месье Вицине. Письма уничтожены. Асканио сжег их. Что же касается ваших денег, то их у Асканио нет. Нет их и на квартире графа Фоскотини. Может, вам известен тайник, где Фоскотини мог бы держать их? Тайник? Нет. Однако вы заблуждаетесь насчет одного. Асканио не убивал графа Фоскотини. Есть только одно место, где они могут быть. Возможно. Асканио не убилMike. У нас есть. Я сказал, что мы рассматриваем это дело не под тем углом зрения, потому что совершенно неожиданно меня заставили задуматься о личности жертвы. И как только я поразмыслил над этим, я понял, что все встает на свои места. Если Фоскотини и является шантажистом. Вы хотите сказать, что Фоскотини тоже шантажист? Мне тоже, старший инспектор. Фоскотини и был шантажистом. Что вы имеете в виду? Решающим моментом в этом деле, как я и предполагал с самого начала, является ужин, приготовленный на кухне выше, спущенный вниз и поданный к столу вечером 6 мая. Вы помните, Гастингс, из каких блюд он состоял? Был какой-то суп. Десятая квартира. Заказ был сделан на двоих и доставлен на лифте. Суп-жульен, филе из морского языка панормандский, говяжье филе и рисовое суфле. Знаете, с моей едой было все в порядке. А что мы нашли на столе? Две кофейные чашки с остатками в них черного кофе. Ваза с фруктами, хотя тарелками для десерта никто не воспользовался. И два бокала с остатками портфейна. Отлично, Гастингс. Но понимаете, дело в том, что Фоскотини не ужинал. Совсем не ужинал. В отчете патологоанатома о результатах вскрытия сказано, что в желудке не было обнаружено остатков пищи. Итак, давайте предположим, что Асканио посещал квартиру в Эдисленд-корт. Всего лишь один раз. Это было за день до убийства. Вы помните, что сказал нам месье Грейвс? Я пришел встретиться с графом Фоскотини. Как ваше имя, сэр? Мари Асканио, он ждет меня. Я впустил его, хотя граф не говорил мне, что ждет его. Я хотел бы заказать обед на двоих. Квартира 10. Я знаю, что они обедали, потому что слышал, как граф делал заказ. Кажется, у сеньора Асканио что-то было в чемодане, что он предлагал графу. Я не уверен, но, по-моему, за это он требовал деньги. Но если не Асканио приходил той ночью, то кто тогда? Кто съел ужин? Ответ напрашивается сам собой, не правда ли? Кто рассказал нам о повторном визите Асканио? Грейвс, слуга. Мне показался подозрительным тот факт, что жертва аккуратно положила на место телефонную трубку. Когда я увидел, что занавески не задернуты, я уже знал наверняка. При чем тут занавески? Граф Фаскотини был уже мертв к тому времени, когда месье Грейвс заказывал ужин. Граф сказал мне, что вечером на ужин придет тот же самый господин. Я прислуживал им за ужином. После того, как я подал портвейн, граф сказал мне, что на оставшийся вечер я свободен. Они прошли в кабинет, а я ушел. Только один человек мог убить графа Фаскотини. Месье Грейвс. Все, что он говорил нам о повторном визите, была ложь. Так же, как он обманул насчет своей должности, обманул насчет событий той ночи. Для того, чтобы ввести нас в заблуждение, наш месье Грейвс перед тем, как разбить часы, переводит стрелки. Затем он вынужден съесть весь ужин сам. Конечно, ему не пришло в голову задернуть занавески. Но если он съел весь ужин сам, то откуда на бокале и на кофейной чашке отпечатки пальцев Асканию? Он сохранил посуду с прошлого вечера, когда Асканию на самом деле приходил. Но зачем ему убивать своего хозяина? Чтобы завладеть деньгами, которые его хозяин получил от Аскани. Вот зачем. У него достаточно денег, чтобы поехать, куда он пожелает. Будем надеяться, что еще не поздно. Сержант Бедес, перекройте все выходы в портал. Задержайте Эдвина Грейвса. Да, совершенно верно. Слуга. Аэродромы. Разыскивается за убийство графа Плоскотини. Минутку. У него есть лодка. Где? Дайте вспомнить. Пуаро, помните фотографию? Очень милая. Где же это было? Фантазии Фелисии. Где же он держит эту лодку? Чечистер! Там было написано. Фантазии Фелисии. Чечистер. Наверное, они спрятаны где-то здесь. Надеюсь, что вы не ошиблись, капитан Гастлин. Я тоже надеюсь. Я уверен, что это Чечистер. Я предупредил местную полицию. Они должны быть на месте. Я никого не вижу. Я сказал им, чтобы они спрятались. Отлично. Вот эта лодка. Рядом с ней припаркована Элизо Фречья. Смотрите. Это дорогостоящая штучка Грейса. Она направляется к лодке. Бедная мадемуазель Лемон. О, боже. Я забыл о мисс Лемон. Что такое? Идет сподняться на лодку. Ты скажешь, наконец, где мои деньги? Спокойно. Что здесь происходит? Нам осталось найти деньги. И Грейса. Это он. Задержите его. Задержите. Задержите его. Задержите его. Задержите его. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Держите, давайте за ним Свинья! Это тебе за мисс Лемон Давайте вашу руку А ты давай Вылезайте Давай-ка к нам Эдвин Грейвс арестованы по обвинению в убийстве Убийстве? Да он был просто грязным шантажистом Уведите его Миссис Грейвс в машину Миссис Грейвс в машину Я чрезвычайно сожалею по поводу вашей машины, мистер Витцини Моей машины? Нет Это была ваша машина Моя машина? Я как раз собиралась доставить ее, когда... Если Витцини думает, что я заплачу ему за эту рухлядь, я прекращаю выплаты Значит, лодка не принадлежала Грейвсу? Да, старший инспектор Это был еще один случай самовозвеличивания Нет, это была не его лодка, она принадлежала его хозяину Фантазия Фелиси Нет, фантазия Феличи, счастливая мечта Счастливая мечта Одного я не прощу, миссия Грейвсу Гастингс Он, женатый человек, хладнокровно использовал бедную мисс Лемон Для того, чтобы добраться до Пуаро И заставить его поверить в глупую историю, что его хозяин работает на итальянское правительство Если хотите, я поговорю с мисс Лемон Нет, спасибо, Гастингс Это долг Пуаро Да, мистер Пуаро Мисс Лемон Эдвин арестован Да, мисс Грейвс Отлично Давно надо было это сделать Мисс Лемон Вы знаете, что он собирался сделать? Нет Он собирался съехать с квартиры графа Фоскотини Поэтому он решил усыпить кошку графа Не хотел утруждать себя тем, чтобы найти ей нового хозяина В ролях Дэвид Суши, Хью Фрейзер, Филипп Джексон, Полин Моран и другие Операторы Стивен Элкорн, Джон Варт Продюсер Брайан Истмен Режиссер Брайан Фанхем На русский язык фильм озвучен на киностудии Фильмэкспорт Перевод Юлий Носик Режиссер Ирина Морозова Звукооператор Татьяна Борисова Инженер звукозаписи Светлана Ширина Роли озвучивали Мария Клюквина, Ольга Сирина, Виктор Бохан, Вадим Захарченко, Алексей Инжеватов, Рудольф Панков, Игорь Тарадайкин Редактор субтитров А.Семкин